Музыка Ну наконец-то, хочу сказать, наконец-то! В Сергиеве позади обнаружились какие-то предметы народного быта, это игрушка пресловутая, все это вышло наружу вдруг, на улице, то на Красногорской площади, то по всему городу рассыпалось. Это удивительно, этого никогда не было. Видимо, людям не хватает, что ли, общения, поэтому они и приезжают. Я тоже думаю, это ради двух дней приехать в такую даль. Иначе им важно, очень важно общение, люди собираются, люди беседуют. И это так приятно, потому что в наше время, когда никто никого не видит и не слышит, вдруг вот такое вот объединение на такой приятной почве. Ну и это же всегда хорошо, в чем это все мирное дело, что приятно. Марина Владимировна, что здесь происходит сейчас? Здесь происходит второй открытый честиваль «Игрушка в культуре России». У нас концертная программа, у нас проходят мастер-классы, и у нас приглашены на выставку-ярмарку мастера-игрушечники из 12 регионов России. У нас около 70 мастеров народно-художественных промыслов работают. Мы хотели познакомить с лучшими образцами народного искусства. Мы хотели дать возможность нашим мастерам реализовать свою продукцию и почувствовать, что их произведения востребованы. В общем-то, мы хотели устроить праздник, и этот праздник действительно проходит в рамках, скажем так, такого нашего направления, как фестивальный туризм. Сегодня мы ожидаем еще несколько автобусов с туристами из других регионов России, помимо местных жителей, для которых мы постарались устроить этот праздник. Хотелось бы, чтобы это постоянно действовало и проходило у нас в городе. Нет ли таких, скажем, задумок? Ну, безусловно, задумки есть, и мы очень рады будем, если будет продолжаться финансирование, и мы будем иметь возможность организовать подобные мероприятия. А вот для организации подобного мероприятия какое финансирование надо? Вы оплачиваете их по приезду сюда или что? Нет. Мастера приезжают сами, но мы предоставляем им рабочие места бесплатно. Они очень рады комфортному размещению. Мы организуем для них недорогое проживание, то есть договариваемся с местами размещения, где они могут за небольшие денежки разместиться. Ну, а финансирование, то, что необходимо организовать, и привоз коллективов, и организовать питание. Вот сегодня питаются все наши мастера. Сегодня длинный рабочий день, у них горячее питание. Вот, и рекламная продукция в рамках фестиваля прошла конференция. Это мероприятие совместное, у нас указаны на баннерах учредители. Это Министерство культуры и администрация Северопосадского муниципального района. Это ведь и завтра все будет, да? Завтра будет уже менее скромная. Завтра выставка-ярмарка будет продолжать действовать. На своих местах мастера будут показывать демонстрационные мастер-классы, но не будет такой концертной программы, потому что для этой концертной программы приглашены мастера из регионов. Только для тебя, только для тебя. Только для тебя, только для тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юрочка поет, как медалечка на шею подвешивается. Можно немножко посложнее, а на 200, но две дырочки по бокам. Юрочка поет, как медалечка на шею подвешивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 местных, да, и, конечно, от министерства и от федеральных там, да, поддержки, вот, конечно, и, конечно, если это появится, будет замечательно, потому что, вот я говорю, кроме тех мастеров, которые приехали из регионов, у нас своих очень много, очень много своих, да, мы знаем, очень много промыслов в Сергиевом Посаде сосредоточено, так как ни в одном городе мира, и я не ошибусь, я так скажу, конечно, нужны такие вот возможности. Ну, а пока есть вот такой фестиваль, фестиваль матрешки, да, вот недавно прошел замечательно, и вот сейчас фестиваль игрушки, это уже замечательно, да, и причем проходит на очень хорошем организационном уровне, и я вас точно могу заверить, что практически, наверное, ни в одном городе страны такие условия, которые предоставляются в Сергиевом Посаде, в Сергиевом Посадском районе, не предоставляются, когда есть место полностью оборудованное, да, палатка, столы, стулья, кормят, и все это бесплатно, только приезжай, выставляйся, и организаторы, каждому, да, вот мастеру прикрепленным, прикреплению, волонтеров, которые с ними работают, это просто потрясающе, и это отмечают, мне кажется, все, это очень высокий ум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok